Летний эфир Летний эфир Летний эфир Летний эфир Летний эфир Давайте встречаем Винокурова Ариадна. Здравствуй, Ариадна. Добрый день. Ну и давайте посмотрим на тебя, кто же ты такая. Итак, Винокурова Ариадна, ей 21 год. Она родилась в Татинском Улусе, в селе Этыкюль. Закончила она Якутскую городскую национальную гимназию. Затем поступила в Российский государственный университет туризма и сервиса. На данный момент она является фитнес-тренером по направлению сайкл. Она увлекается очень музыкой, обожает активный отдых и, конечно, мечтает о большой семье. И она мечтает жить на Лазурном берегу. Здравствуй. Привет. Ну и перед тем, как мы, конечно, начнем выбирать парня, немножко расскажи побольше о себе. Где ты родилась, как родилась, как жила? Тебе ведь 21 год, наверное, есть о чем рассказать. Сама я родом из Татинского Улуса, выросла в городе Якутске. Я училась в Москве, закончила университет туризма и сервиса. Также там параллельно училась в школе фитнеса по направлению сайкл. Сейчас же являюсь тренером по направлению сайклинг, помогая девочкам худеть, достигать целей. Также, ну, в общем, работа является сейчас моей основной, как бы, жизнью, да, моей семьей даже, можно сказать. Мы знаем, что ты активно боролась с лишним весом. Вот даже, глядя на фотографии, видно, какая ты была такая пухленькая, да, в детстве. Сейчас ты активно занимаешься спортом, занимаешь призовые места в различных соревнованиях. Это уже твоя жизнь, да? Это как уже образ жизни получается. В этом году участвовала в гран-при по бодибилдингу и фитнес-бикини. Первый раз. И четвертое место заняла. Четвертое место заняла. А скажи, пожалуйста, вот как ты проводишь свое свободное время? В свободное время я с детства сама увлекаюсь музыкой. Очень люблю и обожаю якутскую культуру, якутскую музыку. Являюсь ученицей Клавдии Герман-Хатлаевых. Умею играть на национальных инструментах, как хамус, киримпа, да. Кюпсюр — это якутские барабаны. Ну, я думаю, что об этом говорить лучше показать, да? Я знаю, что ты принесла с собой хамус. Пожалуйста, продемонстрируй все свои таланты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое. Ну, мне кажется, все телезрители, наверное, убедились в том, что ты талантливый человек. Я знаю, что ты еще увлекаешься такой культурой, как битбоксинг, да? Ну, это просто как хобби тоже получается. То есть ты достаточно разносторонний человек? Ну, я люблю именно узнавать тебя в новом, в разных направлениях. В разных направлениях. Сегодня с тобой вместе пришли твои лучшие подружки. Это Саина Макарова, а также Айталина Очигасова. Привет, девочки. Привет. Вы пришли в помощь. В помощь при выборе своего потенциального молодого человека. В трех словах, какая ваша подруга? Конечно же, в трех словах не описать всю ее разносторонность. Разносторонность? Разносторонность? Ладно, пускай будет так. Ну, какая она? Ну, она, если в трех словах, конечно же, она женственная по-своему. Грация у нее есть. Целеустремленная она. Целеустремленная. И очень талантливая. Очень талантливая. А какой рядом с ней должен быть молодой человек? Вот каким вы? Подружки-то, наверное, знают даже, наверное, лучше, чем сама наша, да? Героиня. Каким он должен быть? Каким должен быть характером, возможно? Может быть, внешностью? Ну, мне кажется лично, что внешность не имеет значения, потому что главное стержень и внутреннее качество человека. Ну, должен быть умным. Уверенным. Умным должен быть? Да. Потому что... Умным, уверенным. А вообще вы верите в то, что вот так заочно можно подобрать себе вот именно человека близкому по душе? Ну, наверное, да. Наверное? Мы нет. Посмотрим, да? Ну что ж, дорогая моя Ариадна, пройдем со мной. Итак, задача проста. У нас есть три героя. Они все волнуются у нас за кулисе, переживают и ждут, наверное, встречи уже с тобой. Итак, номер один у нас первый вот здесь. Второй у нас претендент – это его стол. И третий стол у нас здесь. Итак, у нас будет семь пунктов, по которым мы должны... Ты должна будешь оценить их и в первую очередь, конечно же, постараться понять, кто же он и что он из себя представляет. Итак, первый этап – это детское фото. Прошу тебя, вот посмотри. Давай. Первая фотография – детское фото. Так. Твои впечатления. Ну, я так понимаю, что это вот этот герой. Мы можем даже, наверное, на камеру показать, да? Итак, детское фото претендента под номером один. Ну, не сказала бы, что он здесь ребенок. Подросток. Ну да, подросток. Так, дальше еще какие-то... Что он держит? Палочку или что это? Он, походу, любит готовить, что ли? Походу, любит готовить. И еще? Сахаляр вроде, да? Сахаляр? Ну вот давай, вот здесь видно его получше. Сахаляр, да? Ага, вроде. Так, дальше. Какое телосложение, думаешь, у него? Он крупный. Крупный мальчик, да? Ну, может, сейчас он не крупный, но здесь он крупный. Хочу тебе открыть тайну. У меня есть его данные. Так, рост у него 179, вес у него 79, и размер ноги у него 44 с половиной. Ага, ну... Так, ты как фитнес-тренер понимаешь, наверное, да? Ну да, уже визуально так. Габариты, хорошо, так. Пройдем ко второму молодому человеку. Бери его детское фото. А у меня тоже такой коврик был. Так, девочки, наблюдайте, пожалуйста, все на экране у вас. Так, второй человек. Так, ну, видно то, что человек очень хорошо относится к своим родным маме, да? К маме любит. С мамой его вроде сидит, ага. Ага, еще? Так, ну, вроде такой добрый. Добрый? Ну, кажется. Кажется, добрый? Ага. Ты прям... Девочки, у вас какое мнение? Ну, очень милый. Милый? Милый, добрый. Итак, теперь, слушай. Что я тебе скажу? Рост его 165 сантиметров. Ага. Дальше вес 62 килограмма. Ага. Ага. И размер ноги 39. Ага. Есть над чем поработать, да? Ну да, все, поняла так визуально. Понятно, хорошо. И третий молодой человек. Смотрим на его детское фото. Так. Хорошенький, да? Ну да, такой пухляш. Пухляш. Ага. Так, дальше. Ну, маленький милый ребенок. Маленький милый ребенок. Как тебе его... Посмотри. Досуг. Посмотри, какой миленький. Игрушки, посмотри. Любит, походу, играть. Любит играть. То есть, наверное, озорной, да? Ага. Итак, у него рост составляет 174, вес 95 килограмм. Ну, большой. И размер ноги 40. Ага. Так, примерно ты для себя начертила портрет. Примерно, да. Жестче. Хорошо. Следующий этап. Девочки, вы тоже примерно представили уже, да? Так, его вещь. Что он любит носить? Итак, здесь я тебе помогу, наверное. Посмотрим, давай. Вот здесь. Что тебе говорит вот эта крутая косуха? Кем он может быть? Может, он состоит в какой-то музыкальной там... В группе? В группе. Вот, гитара же стоит еще. Еще варианты? Так. Ну... Байкер. Байкер, да, может быть, ага. Так, хорошо. Ну, какой-то крутой чувак. Крутой чувак, да? Ага. Так, второй человек. Посмотрим здесь. Какие ассоциации, вгляд, у тебя вот такая кофточка? Якутский орнамент там есть, значит, он... Чтит культуру, да? Да, ну... Может, он борец какой-нибудь? Не знаю, почему я так подумала, но мне кажется, что он борец. Борец? Так, подожди. Хорошо, поехали дальше. Так, участник номер три. Девочки, смотрим, переживаем. Вот это... Так. Ну, здесь толстовочка. Ну, человек, видно, то, что занимается... Ну, Олимпия, это как бы по бодибилдингу соревнования. То есть ты знаешь, что логотип? Да, да, да. Ага, хитрый какой, да, один-то? Смотрите, придет сразу с логотипом, да? Отлично. Так, поехали дальше. Следующее у нас это... Ну, не ближе, мне кажется, вот либо первое, либо третье. Подожди, мы еще не все. Конечно же, встречаем-то по одежке, да? Ага, ну, немаловажен, конечно, запах мужчины. Конечно. Парфюм, прошу, лодкост. Так, ты знаешь уже, да? Как тебе? Твое? Да, нет, вроде нет. Вроде не твое. Так, убираем. Хорошо, так, поехали дальше. Резкий какой-то запах. Здесь посмотрим. Резкий запах. Здесь какой мужчина? Вот этот приятнее. Приятнее, да, мужчину? Хорошо, так. И под номером три, пожалуйста. Так, здесь надо по ходу попшикать чуть-чуть. Ну, да, тоже. Ну, ничего себе. Нормально. По этому параметру к тебе ближе кто? Второе. Второе. Хорошо, так дальше. Каждый мужчина любит кушать. И путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Давай посмотрим, чем же любят питаться наши... Салат Цезарь. Цезарь. Ты как фитнес-инструктор, как тебе? Ну, салат Цезарь, если ничем не заправлен, то нормальный салат для ужина. Но если заправлен майонезом... Сама любишь? Люблю, но только без заправки тоже. Так, хорошо. Второй человек, ты посмотри, что он любит кушать. Уважаемые телезрители, вот это что у нас? Семечки – это как наркотики, просто начнешь и все. Семечки. Итак, претендент под номером два любит семечки. Хорошо, оценили. Так, и здесь, посмотри, что же это такое? Это протеин. Протеин. Тебе-то не знать, что такое протеины, да? Да, я знаю. То есть человек практически ничего не ест, кроме протеинов. Как тебе такой вариант? Наверное, поэтому он большой. Так, один кушает цезарь, другие кушают семечки, третий кушает протеины. Что тебе ближе? Ну, салат, цезарь. Салат, цезарь. Отлично. Итак, мы обязательно с тобой продолжим наш выбор сразу после короткой рекламной паузы. Ну, и, в общем, пока на этом этапе тебе ближе человек номер? Человек номер один. Номер один пока. Так, смотри, какая ты переменчивая, да? Сначала было два, но вот такие мы женщины, вот такие мы девушки. Итак, оставайтесь с нами, не приключайтесь. Очень интересно. Девочки, ваше мнение, кто? Первый подходит, мне кажется. Первый подходит больше? Потому что, да, общие интересы. Общие интересы у человека под номером один. Кто же будет твоим выбором? Мы узнаем чуть позже. Ну, а мы продолжаем наш прямой летний эфир. И сегодня в нашей студии девочка, красавица, спортсменка, умница выбирает вслепую своего потенциального молодого человека. Задача непростая, но у нас Ариадна справится с этим. Итак, до ухода на рекламу мы рассмотрели вещи наших потенциальных женихов. Значит, мы попробовали их парфюм, мы посмотрели, что они любят кушать. Что мы еще? Мы посмотрели их детское фото. Одежду. Одежду. Посмотрели, какую любят носить. И следующий у нас предмет. Это было задание для ребят. Мы сказали, принесите одну вещь, которая как-то характеризует вас. Итак, у первого молодого человека гитара. Вот это. Твои варианты. Что же такое? Для красоты все-таки или музыка? Нет, мне кажется, он музыкант. Музыкант. Как ты относишься к музыканту? Конечно, положительно, потому что ближе. Я тоже люблю, обожаю музыку, тем более гитару, но у него электрическая гитара. Ты еще этого не познала? Нет, я играю на классической обычной. На классической играешь, то есть у вас будет о чем поговорить, да? Хорошо. Второй человек принес следующую вещь, посмотри. Это халат или? Это не халат. Что же такое? Это? Кимоно. Кимоно. А значит? Так, каратист. Или это токвандист? Или что-то вроде... Возможно, вольная борьба. Да, может быть, я вот говорила же что-то. То есть, смотри-ка, он спортсмен. А до этого я тебе показывала вот эту кофточку. Знаешь, что я могу тебе сказать? Это не просто кофточка. Это что? Это кофточка с логотипом. И сикутским орнаментом. Сикутским орнаментом. И это единая форма сборной команды КВН. А-а-а. Это меняет, да? Скажи многое, да? Сразу. Так, и девочки захихикали, ты посмотри. Так, и у третьего молодого человека вот это. Что же это такое? Это ремень, пояс. Одевают, когда занимаются с тяжелым весом. То есть, ты все-таки думаешь, что он? Человек, который занимается. Ну, это уже понятное дело. Спортом, да? Хорошо. Итак, ну а следующий пункт, по которому мы будем выбирать наших молодых людей, это фото женщины мечты. У каждого мужчины есть идеал женщины. Итак, у человека под номером один. У первого героя женщина мечта. На экраны, пожалуйста. Вот она. Так. Кто же это? Я не знаю, к сожалению, кто это. Ну и как тебе она? Ну, девушка, неформалка. Неформалка, так, еще? Ну, парню вроде нравится тогда тоже ближе к себе, наверное, такие девушки, которые... рок, которые, наверное, слушают, да? Хорошо, хорошо, дальше. Второй участник, женщина мечта. Мила Ёлович, актриса. Нет. Ой, то есть, ой, девочки. Да, да, Мила Кунис. Мила Кунис, ага, дальше. Да, ну... Как тебе она? Она мне нравится как актриса. Хорошо, так. И женщина мечта, претендента под номером три. Чудо-женщина. Чудо-женщина. Недавно только смотрелась на фильм. Да, тоже нравится как актриса. Очень естественная красота. И ближе, наверное, вот третья. То есть, тебе ближе третья здесь. Так, хорошо. Девочки... К примеру. А вам так? Ну... Как это лучше? Как будет? Третья, да? Вторая, вторая и третья. Вторая и третья, да, вот так. Так, ну а теперь последний момент. Что нужно тебе сделать? Сейчас наши молодые люди за кулисами объяснят тебе, почему ты должна выбрать его. Итак, молодые люди, ваша задача буквально в нескольких словах сказать «Выбери меня, потому что...» Слушай их голос, возможно, ёкнет сердце на тембр голоса, возможно, тебе понравится содержание его мысли. Итак, участник номер один. «Выбери меня». Привет, потому что разносторонность – это очень хорошо, интересно, и я думаю, всё получится. Вот такой, да? Всё получится. Всё получится. «Выбери меня», он говорит. Хорошо. Так, хорошо. Претендент под номером два. «Выбери меня, потому что будем щёлкать семечки вместе». Хорошее предложение, да? В общем, предложил тебе пощёлкать семечки. Претендент номер три. На районе, да? «Выбери меня, будем вместе ходить в тренажёрный зал». Вот так вот. Итак, теперь нам нужно воедино собрать образ первого героя. Это молодой человек. Молодой человек, который занимается музыкой, свой какой-то такой характер, мне кажется, сильный почему-то, свой стиль, своё какое-то мировоззрение. Человек, который заботится о своей фигуре, да, ссылаться. Хорошо. Под номером два. Общая картинка как этого? Мне кажется, человек, ну, такой шутник. Шутник. Душа компании. Любит поугарать, мне кажется. То есть балагур такой, да? И участник под номером три? Номер три человек, который занимается, знает цель, да, и, ну, фанат, по ходу, своего дела, если везде просто спорт, 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 вещи. Итак, ну, пройдём к твоим подружкам и узнаем, девочки, ваш, ваше мнение, кто ближе ей? Ну, конечно, идеальным вариантом было бы собрать всё это вместе и сделать одного человека. Все троих собрать, да? Подружки хитрые, троих бы хотела забрать. Ну, в каждом что-то, ну, вот есть. Изюминка есть. Да, изюминка и подходящая вот именно кариадня, но думаю, больше первого или второго. Первый, да? А ты кого? Второго выбрала. Ты бы второго выбрала? Ты посмотри, она выбрала второго. Она не говорит, кого бы выбрала Ариадна. Она говорит, я выбрала. Забыла, зачем вы выбрали. Сразу, да? Так, хорошо, ну, девочки, может быть, мы и вас пристроим сегодня, да? Итак, ну, главный выбор, конечно, за тобой. Ты у нас главная героиня. Так, я запуталась, если честно. Ариадна, твой выбор. Так, давайте номер один. Номер один, твой выбор. Итак, а сейчас мы встречаем тех, кому сегодня не повезло, кто не стал твоим потенциально молодым человеком. Мы встречаем участника под номером два. Евгений Хамаев. 22 года, скорпион, родился в городе Улан-Идэ. Аплодисменты. Студент стоматологического отделения медицинского института. Член сборной якутской команды КВН. Увлекается вольной борьбой, грэплингом. Очень любит хорошо отдохнуть в шумных компаниях. И погрызть семечки. А мечтает он о том, чтобы сняться в прямом эфире программы Летний эфир. И его мечта сбылась. Аплодисменты. Так, встречаем следующего героя. Участник под номером три. Кому также сегодня чуть-чуть не повезло. Амосов Дмитрий. 25 лет. Котирог. Родился в селе Сунтар. Закончил авиационное училище. По специальности бортмеханик. Также закончил колледж бодибилдинга и фитнеса. Является тренером фитнеса, увлекается компьютерными играми и мечтает весить 100 килограмм. Вот такая мечта у него. Самое интересное, что, Ариадна, ты не зря с ним поздоровалась как-то своеобразно, потому что это был для тебя сюрприз. Это твой коллега. Да, вместе работаем. И он, когда узнал про то, что мы объявили кастинг для тебя, ну прям напросился, сказал, ну дайте я хоть здесь проявлю свою симпатию к ней. Ну и самое главное, встречаем человека, с которым сегодня ты отправишься на романтический ужин. Итак, участник под номером один. Андрей Гостюхи. 27 лет. Водолей. Город Якутск. Долгое время проживал... Ну, обнимитесь. Проживал в городе Москва. Является предпринимателем. Я не считаюсь. Веб-инженером, веб-разработчиком. Он увлекается разработкой компьютерных приложений, играет на разных инструментах музыкальных, изучает физику, исследования космоса, мечтает попасть в первую команду колонизации Марса. Какой сложный. Какой сложный. Ты сама выбрала его. Итак, твое первое впечатление? Так, ну, я не знала то, что здесь будет Дима, в первую очередь, для меня это шок. Так, второе, то, что человек под номером два, я его видела в Инстаграме, вот. КВНчик известный, да, у нас? Да. И под номером три, ну, надо пообщаться, чтобы узнать. Хорошо. Итак, впечатление Андрея. Как ты вообще отважился на этот проект? Честно или красиво? Честно? Ты позвонила мне. До этого позвонил Тимур. Мне сказали, чувак, ничего не знаю, приходи. Но ты у нас достаточно такая авантюрная личность, то есть ты за любые эксперименты. Ну да, учитывая, что я строгусь у Тимура, да, за любые эксперименты. Любые эксперименты. Итак, ну что ж, дорогие наши, ну, молодожены говорить рано, дорогие наши друзья. Сегодня вы отправляетесь на романтический ужин. Отправляетесь вы у нас в ресторан «Алоха», который находится на Лермонтово 66, второй этаж. У вас сегодня там будет романтический ужин. А также ты должен вручить букет цветов. Прошу. Отлично. Что-то упало в меня. А тут же сертификат. Хлопаем, хлопаем, не завидуем. И сертификат вручают тебе. Ты же поведешь даму на свидание. Так, девочки, а вы присмотрелись? Знаете, как есть? А, поладин. А вы уже знаете? Так, мальчики, а скажите, пожалуйста, ну вот кто у нас, КВНщик? Расскажи, чем, возможно, тебе понравилась Ариатна? Очень разностроенный человек. Играет на хамусе. Тебя впечатлила ей игра на хамусе, да? Да, очень красиво. Я просто люблю якутские песни и мотивы якутские. Все. И все. Дима, ну а ты как давно уже симпатизируешь Ариадне? Первый день. Первый день? Ты у нас очень скромный, да, оказался? Итак, ну что ж, спасибо большое, дорогие гости. Но мне кажется, здесь можно тоже присмотреться, мальчики. Монетенцы, нормально. Итак, мы обязательно, дорогие наши ребята, и с вами встретимся. И пригласим, возможно, кого-то из вас в роли главного героя. Итак, ну а вам желаем, конечно, пообщаться, познакомиться. Возможно, у вас найдутся общие интересы. Ну, мне кажется, игра на музыкальных инструментах. Ага. А что вас еще объединяет Ариадна? Салат Цезарь. Да, любимая беда. Пригласишь его на тренировки в свой фитнес-зал? По направлению сайкл, да? Да, да, да. Не, почему я занимаюсь? Ага. Ну, хорошо, отлично тогда. У вас вообще интересы есть. Ага. Ну что ж, мы пожелаем вам удачи. Возможно, конечно, мы пригласим вас чуть позже уже в качестве молодой пары. Но на это время нашего эфира, к сожалению, подходит к концу. Спасибо, дорогие наши гости. Ариадна, пожелай что-нибудь нашим молодым, красивым девушкам. Девушке, всем желаю, чтобы вы любили себя, занимались спортом и правильно питались. Правильно питались. На этом время нашего эфира подходит к концу. Увидимся с вами в этом же месте, в это же время. Смотрите летний эфир. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!